МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередь Салават Купыре начнет заселяться уже в первом полугодии этого года. Устранили все замечания, конечно же, чуть-чуть запоздания. О чем еще говорили в штабе застройщики, подрядчики и будущие жители, знает Салават Мадулян. А с Ницей им сугроб у дома. Вот снега сколько. Что делать, если метель заносит по крышу? Советы селян Атнинского района выслушал Рамиль Шайдолин. Наболела. Почему столько лет мы не можем преодолеть? Это вообще проблема. О поддержке населения льготными лекарствами говорили сегодня в госсовете. Все подробности у Альбина Слагараевой. Великолепная пятерка татарстанцы в финале всероссийского конкурса лидеры России. 300 самых перспективных и молодых руководителей страны собрались в Сочи. Здесь предстоит выявить лучшие кадры. Они составят костяк кадрового резерва России. Какие задания придумали наставники, в числе которых Рустам Миниханов, расскажет Дмитрий Аринин. На эту встречу в город Сочи было трудно попасть очень. Заявлялись около 200 тысяч управленцев со всей страны. В финал через различные тесты и презентации вышли только 300. Получается конкурс почти 700 человек на место. В их числе пятеро татарстанцев. Это представители торговли, науть, юриспруденции. Мы связались с некоторыми по телефону. Сегодня такая уже уникальная возможность напрямую дать рекомендации действующим руководителям топового уровня и получить от них обратную связь от ваших предложений. Поэтому атмосфера сейчас такая очень бодрая, активная. Сегодня на конкурсе день наставника. С конкурсантами встретились руководители высшего звена страны. Это директора крупных компаний, министры и губернаторы. В том числе и Рустам Миниханов. Наставлять будут в формате нетворкинга, когда группе конкурсантов даются задания, а наставник смотрит, кто с ними лучше справляется. Фрагмент такой встречи со своими подопечными президент Татарстана выложил в своем инстаграме. Вот, и в каждом оценочном задании наставник меняет команду. Цель этих деловых игр выявить и стимулировать будущих руководителей страны. Идею такого социального лифта предложил Владимир Путин. В ходе этой работы и большие наши крупные компании к ним присматриваются, и министерства, и ведомства. Мы, безусловно, будем в том числе и из них формировать Федеральный резерв. И наша цель не только их трудоустроить куда-то конкретно, а наша цель им помочь в их развитии. В помощь конкурсантам будут и гранты. Каждый финалист получит по одному миллиону рублей. А 100 победителей смогут регулярно в течение года общаться со своими наставниками и участвовать в их проектах. В конкурсе участвуете вы, дальше, скорее всего, начинается конкурс за вас. Потому что количество предложений и количество интереса, которое к вам есть, значительно больше, чем участников финала. Это хорошо и здорово. Итоги конкурса подведут в конце этой недели. Как отмечают организаторы, неважно, где потом будут работать участники – в бизнесе или на госслужбе. Главное – большое благо будет для всей страны. Дмитрий Аринин, Лисанн Сабирова, ТНВ, Сочи. Кадры решают все. И сегодня сразу в трех министерствах новые руководители. Президент республики Рустам Мениханов назначил новых министров экономики, экологии и лесного хозяйства. Их уже представили коллективом о горизонтальных и вертикальных рокировках Анны Городного. Сегодня Фарид Султанович Ухасов, президент, назначен министром экономики республики Тарстана. Фарид Абдулганеев, теперь уже бывший главный эколог республики, хорошо знаком с экономикой. Доктор экономических наук, доцент и выпускник школы Сколково. Работал в комитете экономического развития с полкома Казани. Был мэром деревни Универсиады. Под его началом Минэкология достигла хороших результатов, отметил сегодня премьер-министр. Начина реализация проекта по решению экологических проблем, водоохранных зон, Курбышевского и Меченникамского водохранилища, других водных объектов. Я хотел бы сказать самые тёплые слова, благодарности слаженному трудовому культуре. Спасибо огромное. Фарид Абдулганеев сменил на посту Артёма Сдунова, который возглавил правительство Дагестана. Алексей Песошин пожелал ему успехов на новом посту, отметив заслуги. При нём города-республики получили статус территории опережающего развития. Мы сплотились в одну большую и мощную команду. Команда, которая может любые вызовы принять, переварить и выпить. Те вызовы, которые нам не нужны. А те вызовы, которые нам нужны, привлечь в республику и что они работают на наших главах. Кресло министра экологии сегодня занял Александр Шадриков. В 4 года он был главой Дрожановского района. Проявил себя как хороший организатор и эффективный руководитель. Из района в министерство, на этот раз лесного хозяйства, пришёл Иравиль Кузюров. Ещё до вчерашнего дня он руководил Нурладским районом. Теперь перед ним поставили новые задачи. Сделать лесной комплекс инновационным и экономически эффективным. Это усиление работ по привлечению федеральных средств на развитие инновационных проектов. Постановка границ лесных участков на кадастровый учёт и разрешение противоречия при наложении земель лесного фонда. Земля неимой категории. А ещё развитие малого и среднего бизнеса в лесной сфере и привлечение кадров. Равиль Кузюров будет развивать сразу несколько направлений. Конечно же, я все криво усилия, максимально свои умения, профессионализм, чтобы ещё приумножить. И те задачи, которые мы непосредственно поставили уже, конечно, чтобы максимально эффективно реализовывать на базу нашей сферы. Спасибо всем. Первую очередь Салават Купере планируют сдать к весне. Сегодня в жилом комплексе Государственный жилищный фонд подрядчики и представители Минстрой обсудили ход строительства. 16 домов заселены, ещё 3 могут принять новоселов уже в этом месяце. Салават Мухаммадуллин с подробностями. Последние дни все жильцы, конечно же, очень надеются, что дом этот сдастся. Сегодня-завтра и Динара Сафеддинова надеются получить ключи от своей квартиры. Эту многоэтажку планировали сдать к концу прошлого года. Однако прежний подрядчик этого сделать не смог. С этим подрядчиком были проблемы, просто он не хотел общаться. Ну и, конечно же, дом стоял. Сейчас, можно сказать, доехал. Подрядчика сменили, с новым пошла и стройка, и диалог. Даже генеральный директор в шаговой доступности напрямую даёт ответы на все вопросы будущих жильцов. Колонны кривые залиты были. Мы их заново всё переделали. Всё, дали новый проект, отработали новый проект. По новому проекту мы уже сверлили. К диалогу сегодня призвал и Минстрой. В жилом комплексе на штаб по строительству, в первую очередь, в Салаватку-ПР, приехали все подрядчики. Фасадные работы в самом разгаре. На первом этаже строительный мусор, а рядом временные вагончики. Это самые проблемные дома, в первую очередь, в Салаватку-ПР, многоэтажки 11-го квартала. Подрядчик предлагает сдать их в начале лета, с чем категорически не согласен застройщик. Госжилфонд требует сроки соблюдать и сдать не позже весны. Наказание, штрафные санкции подрядчику. Сейчас в каждом доме работает по 200 человек. Главное, нагнать сроки, не навредив качеству дома, уверены все стороны строительства. На сегодня сдано уже 16 домов, в первую очередь, в Салаватку-ПР. В ближайшие недели, а может и дни, на подходе еще три высотки. Вот три дома, они на сегодня на финише прямо выходят по сдаче. И мы надеемся, что до конца февраля месяца будут завершены процессы оформления их. И думаю, успеем и застрелим. С завершением строительства, в первую очередь, начнется сдача домов уже второй. Ее многоэтажки начнут заселяться практически в первом полугодии 2018-го. Благо, подрядчик там надежный. Актаж у нас один из сильнейших подрядчиков. В 2018 году, я думаю, они не должны нас подвезти. Слава Тухмадулина, Рабзель Гарипов, ТНВ, Казань. Без окон и дверей полно горница людей. Бум в соцсетях в Татарстане, дома замело по крыше. На фото отнинские районы. Местная улица Баумана, где четвертые сутки местные жители в прямом смысле разгребают последствия метели. Почему эта внезапная слава отнинцев смущает, а сугробы по крыше только радуют? Рамиль Шайдулин. Известность обрушилась, как снег на голову. То самое место, где у зимы свои порядки и люди, которым не страшны никакие сугробы. Это дом Гайнуддинова, который за день замело почти по крышу. Второй день хозяева пытаются откопать хотя бы окна. Весны дождемся, тогда и растает снег. Это же богатство. Буквально за день фото с домом, занесенным под крышу, облетело просторой всего интернета. Только в кадр не попало самое главное. Под снежными барханами оказалась вся местная улица Баумана, за сутки ставшая пешеходной. Местные вспоминают, последний снегопад такой силы сюда приходил в 70-х. Так, чтобы за сутки отрезало все въезды и выезды. И никакому транспорту было просто не проехать. Здесь, сами видите, всякий простой трактор, бульдер, здесь не может чистить. Договорились с начальником дорожного отделения, от Нинского. Он обещал сегодня на ночную смену Амкадор. Амкадор подойдет на улицу, очистит снег. Этот снег свалить туда. Местный вид надо. Двор чистый, но завалы на улице. Дом Талгата Гайнуддинова Буран занес наполовину. Сегодня осталось вывести убранное. Ходить-то плохо, но сельскому человеку это богатство. Почему? Почему? Влага надо нам для хлеба. Аграрии подтверждают, такой снегопад и вправду был нужен. Метель прокатилась по полю и теперь по двухметровой перине хлеба чувствует себя куда лучше. В этом году я считаю, что зимы остались в хорошем состоянии. И надеемся, конечно, на лучший выход зимы. Пока отнинцы ждут чудо-грейдера, снимки их села продолжают гулять по соцсетям, где село Ислейтар становится олицетворением настоящей зимы. Только случайная слава местных смущает. Неселянское это дело за лайками гнаться. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Атнинский район. А у них уже весна на сельской улице. В деревне Куразово Менделеевского района почти венецианские пейзажи. Но жители это не радуют. Из-за изношенных коммуникационных сетей трубы местами не выдерживают сильного напора воды. Когда искусственные ручьи в деревне пересохнут, выясняла Альбина Минебаева. Деревню Куразово Менделеевского района теперь можно спутать с Венецией на улицах настоящий ручей. И на каток теперь далеко ходить не надо. В центре деревни ручьем вода бежит и появилась уже как река. Ручейки побежали из-за того, что в прошлом году в деревне изменилась система водоснабжения. Водонапорная башня сейчас не функционирует. Вода в дома идет напрямую с источником. Насос работает непрерывно, поэтому нагрузка на трубы бешеная. И они не выдерживают и подтекают. Правда с напором в домах все в порядке. У нас во дворе уже вода. Она сегодня чуть подмерзла. Но если вода просочилась во двор, она может дойти и до подвала. Ну, вместо башни, вот как сами видите, в том году выкопали фундамент. Башню установят уже в этом месяце. А к весне и вся ситуация разрешится. В прошлом году сельское поселение выиграло грант из республиканского бюджета в миллион рублей. Полсуммы уйдет на замену водонапорной башне. Фундамент готов. Вот в феврале месяце привезут, башню установят уже. В феврале месяце это проблема ущицы. И тогда напор в трубах выровняется. Вопросы сейчас на контроле руководства района. У нас водоводы 60-х годов. Башня представляла угрозу. И по программе гранта сельского поселения было принято решение о ее замене. А уже к лету обновят и коммуникационные сети. Тогда европейский мокрый след должен полностью пересохнуть. Альбина Минебаева, Ишат Аюпов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Менделеевский район. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем пойдет речь далее. Наболела. Почему столько лет мы не можем преодолеть эту вообще проблему? О поддержке населения льготными лекарствами говорили сегодня в госсовете. Все подробности у Альбина Слагараевой. Когда друг опасен для человека. Проходит клеймение, чипирование животного, отпускается в среду обитания. Что в Татарстане делают с бездомными собаками? И кто это контролирует, узнал Сергей Хайдаров. Центр сберком России сегодня завершил регистрацию кандидатов в президенты. За высший государственный пост будут бороться 8 претендентов. Из них 7 это представители политических партий и один самовыдвиженец. Итак, на выборах 18 марта будет возможность отдать свой голос за одного из следующих кандидатов. Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. У нас в бюллетене уже точно будет 8 кандидатов, зарегистрированных кандидатов официально. Я хочу всем им пожелать успеха, чтобы кампания прошла достойно, достойно для всех, с уважением друг к другу, с уважением к нашим избирателям. Прошла максимально открыто и справедливо. Сегодня на заседании Центра избиркома утвердили и текст избирательного бюллетеня. В нем кандидаты перечислены в алфавитном порядке. Информация о Владимире Путине оказалась самой лаконичной, что вызвало обсуждение в соцсетях. Глава цикла Памфилова объяснила, все четко по закону, у него должность короткая, коротко называется, так и получилось. Больше нечего написать. Но вопрос, почему не указано бывшее место работы президента, она ответила, что это не положено по закону. Мы пишем только то, что положено по закону. Должность человек занимает, мы ее пишем. И с каждым кандидатом согласуем, как ее писать и кем он числится, пояснила Памфилова. Отказываясь от льготных лекарств, пациенты совершают ошибку. Сейчас деньги выбирают 70% льготников. В число тех, кто сожалел о таком решении, за год выросло почти в два раза. Сегодня в госсовете на заседании комитета по социальной политике обсудили вопрос обеспечения платными лекарствами. С докладом выступил аудитор счетной палаты Альбина Солгараева о жизненно важном выборе. Я хотела бы услышать, а какие меры вообще принимаете? Для недопустимости в дальнейшем вот такого разбазаривания бюджетных средств, которых и так мало. И для негодования есть основания. Уполномоченный по правам человека, Сырия Забурская рассказывает историю девочки с редкой болезнью. Ей исполнилось 18 лет, ее исключили из списка федеральных льготников. Лекарства семья себе позволить просто не может. Обязательство федеральное, а ребенок-то наш, мы же должны оказаться в этой семье. И таких ситуаций очень много. Льготников в Татарстане более 300 тысяч. Из них большинство страдает сахарным диабетом и онкологией, чуть меньше бронхиальной астмой, офтальмологическими заболеваниями и туберкулезом. Все чаще тяжелый диагноз ставят детям до трех лет. Программа по обеспечению этой категории людей работает не первый год. И в связи с этим логично, на заседании был задан вопрос. Почему столько лет мы не можем преодолеть эту вообще проблему? Почему до сих пор она остается такой больной для наших пригодников? Однократно вносили предложение для того, чтобы отменить праву, возможность отказа от натуральных пригод денежных и выбора денежных компенсаций. Но в ближайшее время, по информации Миндраба России, планируется переход на лекарственное страхование. Годники до сих пор между лекарствами и наличными выбирают деньги, а это чуть более 800 рублей. Такой выбор делают 70% пациентов в Татарстане. Контроль Минздрава, ГУП Фармации нашей, Республики Татарстан. И, конечно, четкое определение. Конечно, это тяжело сделать и медицинским работникам. Они не могут сегодня сказать, будет ли, во-первых, завтра, послезавтра этот человек жить и не заказывать ему препараты. То есть, конечно, здесь надо выработать механизмы по обеспечению лекарственными средствами. Проблемы подтверждают и в обществе инвалидов. Выписанные лекарственные средства не бывают в аптеках часто. Последний год-два появилась тенденция, что лекарственные препараты заменяют на более дешевые и менее эффективные. И это вызывает довольно-таки большое нарекание со стороны инвалидов. Как выяснилось, нужные лекарства могут отсутствовать в аптеке по нескольким причинам. Задержка поставок, прекращено производство препарата или происходит его перерегистрация. И иногда нужный препарат приходится ждать неделями. Но для кого-то это время может стоить жизни. Количество татарстанцев тяжелыми диагнозами растет. А потому депутатами Госсовета направлено письмо на имя президента с просьбой повысить лимит суммы на льготные лекарства. Требуется примерно от 60 до 100 миллионов рублей дополнительно. Альбина Слагараевич от Мухаммедов в ТНВ «Казань». Сегодня депутаты Госсовета выразили соболезнования родным и близким Елены Шишмаревой. Она ушла из жизни 7 февраля. Ей было 53 года. Председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова отметила, что комитет тесно работал с Шишмаревой над различными законопроектами. «Мы сохраним о ней светлую память», – подчеркнула Захарова. Елена Шишмарева с 3 февраля находилась под домашним арестом в связи с обвинениями по статье «Мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий». Прощание с Еленой Шишмаревой пройдет завтра в 10 утра в здании Казанской государственной медакадемии. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Так ли это? Сегодня решили проверить депутаты Госсовета и отправились в рейд по собачьим питомникам. Только за несколько последних недель от укусов шариков и бобиков пострадали как люди, так и животные. Так, к примеру, в Нижнекамске бродячие псы загрызли кроликов, кур и козу. Так отчего скалят зубы друзья человека, выяснял Сергей Хайдаров. Сначала одна маленькая была. Но их оказалась целая стая. Семь агрессивных бродячих псов. И это в самом центре Казани. Итог забинтованные ноги, руки и травмы даже на лице. Хотел убежать, но они меня окружили. Я упал. А это уже Нижнекамск. Здесь, в садовом товариществе, строитель, огромная стая бездомных собак задрала кроликов, кур и козу местных дачников. В этих вольерах побывало большинство столичных бродячих собак. Только в Казани таких отлавливают от 5 до 8 тысяч в год, сообщили сегодня в компании «Ведом». Здесь все они проходят реабилитацию, лечение и проверку на наличие бешенства. На первый взгляд, в казанском питомнике бездомные собаки живут достаточно благополучно. У них есть собственные будки, где они могут обогреться и их вовремя кормят. Но приехал сюда с проверкой, что защитники предъявили целый ряд претензий. Собака у них родила буквально сегодня. И она пыталась порвать другую собаку, которая к ней приблизилась. В следующем вольере мы увидели, что две глубоко беременные собаки, которые должны вот-вот родить, то есть они должны содержаться вместе. Депутаты на ближайшем заседании комитета собираются обсудить вопросы содержания и финансирования таких приютов. Ежегодно из бюджета выделяется 14 миллионов рублей на Казань и 20 миллионов в районы. Но этого недостаточно. Полный ветеринарный осмотр, проходит клеймение, чипирование животных, отпускается в среду обитания. Но целесообразнее, чтобы жители поселков, городов забирали с питомников этих животных. Изменения в законодательстве произошли в 2013 году. Тогда полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали муниципалитетам, поменяв условия. Сейчас выезд осуществляется только по заявке граждан. Сегодня эти полномочия переданы местному самоуправлению, муниципальным районам, городским округам. Они, значит, имеют полномочия, определенные государственные полномочия по содержанию, по отлову, по созданию, значит, этих условий для содержания собак. На данный момент казанский питомник единственный в городе. Принять и содержать всех собак просто не может. Как его поддержать, обсудят уже завтра. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. От генетики до литературы. Сегодня в день российской науки пять лучших умов республики получили госнаграды. Это профессор Ольга Ильинская, доктор филологии. Хатип Менигулов, доктора медицины Андрей Киясов, Рустам Исламов и биолог Альберт Резванов. Честовали сегодня и научные династии. Сейчас на пользу республики трудится порядка 20 тысяч ученых. Лучший вожатый спортсмен, певец и танцор в Казани статуэтки вручили самой активной татарской молодежи. Церемония Семрух 2017 собрала на одной сцене более 70 участников движения СОЛЭД. Кому достались заветные статуэтки, расскажет Алина Бережная. Сегодня на сцене филармонии не артисты, а талантливая татарская молодежь. Церемония вручения премии Семрух 2017. Одно из знаковых событий для активистов движения СОЛЭД. СОЛЭД для меня в первую очередь это движение, целая система, где я живу уже с 2011 года. И мне здесь нравится, здесь дети, здесь вожатые, здесь команда и здесь я. В принципе для меня это целая жизнь. Презентация коллективных и индивидуальных достижений, общение с экспертами, интеллектуальная викторина, борьба между 73 конкурсантами не шуточная. А что сделал ты, чтобы стать участником? Уже более двух лет я возглавляю клуб СОЛЭД Яш-Люзян, который является таким своеобразным филиалом СОЛЭД в городе Зеленодольске с своей богатой деятельностью также. И в 2017 году я возглавил проект Вики-школы СОЛЭД. Уже у нас имеется 30 участников, с которыми мы ведем образовательную деятельность. 8 номинаций от лучшего лагеря до СОЛЭДовцев года. В этом году к традиционным номинациям добавлены новые. Одна из них – напарники года. Это очень важно, подвести итоги года, сказать спасибо тем, кто в течение года своей активностью, своей инициативностью делал это сообщество еще лучше, делал его краше и богаче, как содержательно, так и вообще в целом. Дипломы и статуэтки в руках 10 победителей. Впервые премия Самрух была проведена в 2015 году. За три года ее участниками стали больше 300 человек. Но только лучшие удостоены главного приза. Статуэтки – видеообраза птицы из легенд тюркского эпоса Самрух. Алина Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Обзор спортивных новостей, информация о погоде в завершении выпуска. Я же прощаюсь с вами до следующего. Он выйдет 21.30. Всего вам доброго. Огромный ассортимент портьерных тканей. Постоянное обновление коллекции. Портьерный салон «Феерия». Сейчас или дороже. В феврале берите Ниссан с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4 пятерки 3 единицы. Зимняя распродажа в салоне «Мехополис». Скидки на норковые шубы до 50%. На все пуховики до 20%. «Мехополис», «Иксель», третий этаж. И на «Марка за гроши» в автоцентре «Марка». Держи! В феврале берите Датсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Боли в суставах и пояснице? Но я узнал про аппарат «Алмак-01». Нужен, чтобы избавить от боли и вернуться к активной жизни. «Алмак-01» работает. Проверено. Выгодно купить сейчас. «Алмак-01» в аптеках «Вита» и «Витаэкспресс». Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Чулпан Хаматова с новой программой «Пунктиром». 12 марта. Театр Камала. В честь открытия официального дилерского центра «Ниссан КанАвто» до минус 400 тысяч рублей на все автомобили «Ниссан». 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. За новым «Ниссан» в КанАвто. Лечение и диагностика детских и взрослых лор-заболеваний в Казани. Клиника «Корал». Азина Авто удвоил выгоды на автомобиле «Лада». Только в феврале. Успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. Азина Авто. Минская 1. Телефон 512-12-12. Булгар радиоса «Тагдымитя». Уйланырга, Йелмайрга, Бьерге. Ушлыб жирларга нажбуриткен. Терлийлар нан популяр жирлара, хам жиршлара. Булгар радиоса «Хитлера» концертенда. 11 февраля. Пирамида. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Менее суток остается до зажжения олимпийского огня в корейском Хончхане. Многие спортсмены уже прибыли на место выступлений. Сборная России, как известно, будет выступать без многих лидеров и под нейтральным флагом. Одними из первых на корейскую землю вступили хоккеисты. Матчи для сборной России стартуют 14 февраля. До этого еще надо привыкнуть к новому часовому поясу и к особенностям корейских ледовых катков. Кроме хоккеистов, безусловные фавориты игр нашей фигуристки. Алина Загитова и Евгения Медведева на протяжении всего сезона не подпускали соперниц даже близко к своему результату. Церемония открытия олимпийских игр состоится завтра в 14 часов по московскому времени. А дальше наблюдаем за выступлением наших нейтральных российских атлетов. Они хотят, чтобы мы не выступали, потому что они знают характер русских. Мы вообще не терпим это все. Нас не хватает ни терпения, ни... Это не справедливо. Мы вообще не терпим ни справедливости как-то, да? Вот. Это в нашем характере развернуться и пойти. Мы не разворачиваемся и никуда не пойдем. Пойдем на олимпиады. Казанский у них сдобыл домашнюю победу над Лиможем. Матч прошел в рамках шестого тура группового этапа ТОП-16 Еврокубка. Игра сложилась для хозяев непросто. Выиграв первую четверть, они не смогли продолжить в том же рейтме. И уступили французам первую половину со счетом 43-46. В третьей четверти на паркете шла равная игра. Лишь в последней части подопечные Привтиса оформили рывок, который позволил им уйти в комфортный отрыв. И оформить победу со счетом 88-78. Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков. 12 февраля в Таллине в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ Уникс сыграет с Калевом. И в завершение новости стендовой стрельбы. На Олимпийском стрельбище в Никосии стартовал розыгрыш Гран-при Кипра. В престижном международном турнире принимают участие сильнейшие стендовики мира. В их числе 16 татарстанцев, 11 из которых вышли на старт в первый день соревнований. В женском трапе лучшей из наших стала Екатерина Рабая, выступающая в составе сборной России. По итогам первого дня девушка занимает 9 место. На 3 тарелочки меньше разбила Екатерину Суботина, на 9 Светлана Крушенинникова, которые пока идут на 17 и 24 местах. Далее участницам Гран-при Кипра предстоит отстрелять еще 2 серии, которые сформируют итоговый командный рейтинг. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Закажите в феврале со скидкой 20%. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода. Облачная погода с прояснениями на юго-востоке Татарстана. Тут без осадков и до 9 градусов ниже нуля. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ясно. Осадки не ожидаются и минус 11. На севере Татарстана Менделинске, Агрызе, Менделеевске ясно, но местами небольшой снег. И также до 11 градусов ниже нуля. Прояснилось и небо северо-запада республики. Синоптики обещают 11 градусов мороза и местами небольшой снег. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево переменная облачность до 9 градусов ниже нуля. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши ожидается солнечная погода, местами со снегом и также 9 градусов мороза. В последующие дни морозная погода сохранится. Одевайтесь теплее, берегите себя. В Казани облачная погода с прояснениями, временами возможен снег. Температура воздуха днем минус 10-12. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.